Всем привет! Спрашивали о ручном режиме огня. Сейчас мы немножко разберемся, что такое ручной режим огня и как с ним работать. У нас ситуация. Впереди у нас объект. В общем, на объект привезли. Здесь у нас такая небольшая обсерватория. И вот здесь привезли комплект патриотов. Патриот пока в свернутом состоянии, в походном. Нам надо нанести максимальный ущерб. Ну и здесь еще стоит небольшая такая загвоздка. Это вот эта вот стрела. Мы сейчас попробуем сделать выход на цель. И отработать ручной режим огня. Ручной режим огня это вот. Ручной автоматический. Смотрите, чем чреват ручной огни. Это режим огня. То есть смотрите, вы. У нас дальность пуска. То есть у нас получается без ограничений по дальности. Что пушка. Что у нас эти вихри. Включаем подсвет. Вооружение. Смотрим туда, что мы там видим. Надо настроить сразу. По яркости, по контрастности. И у нас. Здесь на возвышении. Хорошая такая высотка. И там у нас есть неприятности. Вот так пока идем туда. Смотрите. У нас же вихрь. У нас есть определенное время допустимое. 20 секунд на подсвет цели лазером. Потом у вас лазерная установка. То есть лазерный генератор выходит из строя. Он перегревается. Там лампа. Внутри лазерная. Вот тело лазерного генератора. Это такая как лампа. Такая как старая. Телевизионная. Большая толстая. Она выгорает со временем. Поэтому у вас смотрите. Вот можно пустить ракету. Я сейчас сделаю, наверное, круг. Быстренько объясню. Сейчас мы вернемся на ППМ-1. Пока. Покрутимся здесь. Смотрите. На максимальную дальность вихрь летит 28 секунд. У него 2 звуковых скорости. Но средняя скорость на максимальной дальность где-то 300 метров в секунду. На 8000 метров вихрь летит 23 секунды. На 6000 летит 14 секунд. Поэтому у нас видите. На 8 километров кидаем. У нас 23 секунды. Но у лазерного генератора есть все 3 секунды. Запас. Он с небольшим запасом все это работает. Поэтому сейчас мы будем кидать вихрь. 8,5 километров. Но вот это у нас ситуация, когда мы переходим на ручной режим огня. Это вот когда уже особый случай. То есть вам нужно уничтожить пару целей и уйти. То есть активно применять после этого лазер нельзя. Если он выйдет из строя, то нужно возвращаться на базу и идти на ремонт. Раньше такого не было. Сейчас ремонт в принципе сделали. Замену лампы. Вот сейчас мы сначала что делаем. Наша задача сейчас выбить допустим. Но я на примере на простом. Можно было и тунгуску поставить. Или торг какой-нибудь красивый. Ну а сейчас у нас просто стоит там стрела. И мы попробуем вот эту стрелу сейчас убить. А потом нанести ущерб именно вот этой батарее ПВО Патриот, которая готовится уже к работе. Но тут еще у меня на базе, видите, это обсерватория. Тут она охраняется. Все хорошо. Посты везде стоят. То есть на въезде, на выезде все охраняется. Стингери по крышам лазят. Вот у меня еще на таких вот станциях боевики ходят. Стингер у меня сидит вот здесь на девятиэтажке. Вот он, пожалуйста. Поэтому близко не подойдешь. Ну можно кинуть из четырех километров. Но мы как вариант рассмотрим именно вот такую вот вещь. Все, разворачиваемся назад. Пока. И все. Смотрим, что у нас включен излучатель. Ну автодоворот потом сделаем. Вооружение. И вот стоит ручной режим огня. То есть у вас буква С. Стрельба разрешена. Уже разрешена. Поэтому восемь с половиной километров. Это максимальная дальность. Уже ракета будет на излете. И мы сейчас попробуем нанести небольшой ущерб. Вот дали задачу. У нас конкретная задача. У нас нет, например, активных боевых действий там или каких-то маневров. Вот высота у нас впереди. На ней обсерватория. Мы сейчас на нее настроимся. И поедем махать этим своим вооружением. Так просто попросили. Вот ручной режим огня. То есть вы смотрите, если вы из пушки стреляете, то у вас уже будет разлет большой. То есть у вас такой точный расчет на упреждение или на подвижную цель там уже не будет. То есть вы из пушки будете стрелять просто тупо. На дальность. Там можете и 4,5, и 5 километров. Там уже долетит, и налетит. Это уже надо вручную пушкой водить. И куда-то закидывать. Там они уже будут так навесом падать, эти снаряды. Итак, у нас обсерватория вот там на высоте. Вот на этой. Сейчас мы на нее наведемся, вот на какой-нибудь шарик пока. И будем пока идти на него. Ну, допустим, вот вот сюда. 20 километров. Я специально беру скорость небольшую, чтобы мы досконально подошли и все это дело увидели. И вот здесь, смотрите, вот у нас стрела у нас стоит вот здесь, на перекрестке. Сейчас пока его не видно, мы далеко. Все. Пока потихонечку идем. Никого не трогаем. Вот так. Есть такой вид, например, левый альт F1. Можете вот так смотреть. Если у кого-то что-то в кабине подвисает, провисает, у вас чисто вот панорама. Идет вот шквал и обрез. Ну и все остальное наверху. Можно так лететь. Левый альт F1. Сейчас мы его смотрим для начала. И смотрите, когда вы прицеливались. Вы берете вот, например, вихри, ставите. Вот здесь. Здесь, если у вас стоит автоматический режим стрельбы, то нужно вот так вот сводить метку. Вот так вот сводить их, потом выстреливать. Тогда у вас загорается буква S. То есть вы, короче, делаете левую ракету строго на цель, и она у вас сразу выстреливается, и сразу находит лазерный луч, и по нему летит. А если мы вот так вот сейчас будем стрелять, то у нас ракета выстреливается, и пока она найдет, то есть время увеличится еще поиск лазерной трубы вот этой нашей. То есть она вот так вылетает, начинает метаться, а потом раз-раз вроде поймала и пошла. То есть у нас лазерный луч светит вдоль оси. Поэтому мы в автоматическом режиме должны вот так сводить ось. И на 7 километров тогда точно идет. Вот так тогда выстрелить можно. А если мы вот так будем стрелять, то есть ракета вылетает и начинает панически искать этот лазерный луч. Ну, она вот так вихляет, начинает своей попкой там задницей искать все это дело. И вихляет. А почему она так вихляет? Потому что у нее рулевой моторчик на хвосте только один. Смотрите. Патриоты у нас стоят вот там, в кустах пусковой установки. Вот это ПБУ идут, и вот это все командные машины. А в кустах они там стоят эти. Сами пусковые в ряд стоят. А вот здесь у нас стоит стрела. Мы сейчас на нее вот так вот выруливаемся. Вот здесь она стоит на перекрестке. Вот она. Черная. Вот так на нее встаем. Делаем автодоворот. Ну, на всякий случай. Хотя вот так стрелять можно. Видите, у вас получается что? Вы сейчас, то есть у вас вот перед Абрисом вот здесь и цель лазерный луч, и вот метка нашего вихря. 14,5 километров еще далеко. Мы идем с небольшим набором, высоко не лезем. И не спеша вот так вот приближаемся вот таким вот образом. Просто досконально все расскажу. Ну, и еще раз повторяю, что это у нас исключительный случай. То есть нам надо уничтожить пару целей и отваливать в сторонку. Никаких больше активных боевых действий. На автодовороте стоим. Можете сразу выстрелить отсюда в патриоты. Вы, допустим, вот так вот переводите, находите вот его в кустах, сами установки вон там. Вон туда мы будем кидать пару штук. А вот здесь стоит она, наша любимая, наш противник, злой и коварный. Поэтому вот так вот цепляем, пока держим. Если вы хотите выкинуть сразу пару вихрей, ставьте вот сюда на среднюю. Тогда вылетит пара вихрей друг за другом сразу. Ну, не дуплетом, а именно вот в очередь встанут и пойдут. Три, не будет. Длинную ставить и все равно будут две. Но я буду их по очереди кидать. Сейчас наша задача выстрелить сначала в этот. В ПВО. Там ПВО тоже навалом. Но давайте маленько разгонимся, чтобы оно быстрее было. Сейчас тут два километра преодолеем побыстрее. Вот, вот так. Сильно не наклоняем. И пошли. Вот уже вибрация пошла. Может той скорости достигли уже 200. И не спеша идем. Автодовор отключен, поэтому мы не потеряемся. Вот, смотрите, 9600 через километр мы будем это дело сейчас кидать. И должны вот еще раз откорректироваться по стреле. То есть стрелу мы сейчас берем строго. Переделали. 8,8, 8,7. Смотрите, на шквале. 6,5. Нажимаем, удерживаем. Ракета пошла. Сейчас будет выбито. Стрела. И смотрите, сейчас покажу. Вот на излете от ракеты идет 8,5 километров. Лазер светит сверх нормы. Поэтому вот, смотрите, есть попадание. Теперь мы переводим на автодовороте. Вот сюда в кусты и находим пусковую установку. То есть там машины стоят, вот они на дороге. А пусковые у нас вон там в кустах. Вот сейчас срезают эти кусты. Мы кинем пару штук. Смотрите, делаете средний темп стрельбы. Вы зажимаете. Пуск и держите. Вот они пошли две. Держим потихонечку. 5 километров. Сейчас начнут уже искать. Вот идут две ракеты. Видите, в дерево попали. Можно еще кидануть. Вот, уже атака пошла. Поэтому мы сейчас отворачиваем. И уходим. Можно на второй круг зайти. Патриоты мы подчикали. Не сильно. И скорость следим. Вот скорость превышения. Поднимайте морду, опускайте рожь. И снижайте скорость. Хотя бы так. Давайте пойдем пока на ППМ1. Не спеша. Обратно. И уходим подальше. Вот так. Вот видите, как резво. Вертикальная слишком большая. Где-то 5 уже больше не надо. Патриоты там. Патриоты здесь. Ну вот это горит. Тут что-то загорелось. Вот Патриоты, думаю, шелкнули вроде бы. Нет еще, да? Что-то дымится. Сейчас зайдем еще раз. Вон туда, где ракета на карте нарисована. Вот туда. Вот. Едем снова в эту степь. Стабилизируемся. Идем. Включаем сюда. Включаем сюда. Так. Вон она опять там стоит. Все горит, дымит. Находим Патриот. Вон они ездят. Машины там же. Туда. Автодоворачиваем. Ракету берем. Поднимаемся. И потихонечку находим опять Патриотик. Можно так вот поделать покрасивший. Вон они ездят. Видите? Можно все что угодно тут. Вон они все толпой собрались. Тревога по всему большому лесу. А Патриот у нас вон там в кустах. Вот он. 8,6. Берем две ракеты. У нас еще средний темп стрельбы. Средний. И закидываем еще раз. Видите, как криво идет? Но я могу смело стрелять. Хотя автодоворот у меня включен. Но я стреляю так. Раз, два. Вон они пошли на правое. И полетели в ту сторону. Лазер светит туда. Хотя мы едем сюда. Куда пошли ракеты? В кусты. Посмотрим. Видите, как? А вот теперь мы прекращаем все это дело. Потому что лазер у нас уже на издохе. И все. Автопилоты все выключаем. Автодовороты. Разворачиваемся и пошли домой. Все. Больше лазер нам тут не надо использовать. Потому что это. Он у нас уже на износе. Там есть в мануале. Прям глава называется. Ограничение систем. И там есть ограничение. Именно вот по шквалу. По лазерному подсвету. Сколько он может работать. Сколько нет. Я вам сейчас даже покажу. Как это дело у нас вот здесь. То есть открываете мануал ру. Сюда. Вот здесь слева. Раз. И вот ограничение систем. Раз. Два. Вот она. Вот видите. Вот это все тут написано. Если вы это сломаете. Можете выходить из боя. Вот. 13.4. Вот видите. 13.4. Глава. Ограничение систем. 13 глава. Можете там посмотреть. И все это. Поучить. Почитать. Ну все. Вроде бы объяснил. Что такое ручной стрельб. А если например. Вот пока еще. Вот при памяти. Вот мы берем. Шквал. И допустим. Куда-нибудь из пушки. Вот в это дерево. Ну 4.4. Видите. Включили пушку. И стреляете. Теперь смотрите. Куда будет попадание. То есть. Вы сверх нормы кидаете. Ну видите. Вот так вот. Такой разнос большой. Ну в общем. Вот так вот. Короче. Ручной режим огня. Это на свой страх и риск. Поэтому. Берегите лазерный дальномер. Лазерный вообще генератор. И тогда будет все нормально. Все. Думаю понятно. Давай. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.